Уважаемые подписчики, вы наверняка уже слышали о презентации нового хостинга в России под названием платформа. Это практически точная копия ютуба, поэтому сейчас вновь заговорили о закрытии ютуба на просторах федерации. Ранее прикрывать этот хостинг не хотели из-за того, что Dzener YouTube не отвечает современным тенденциям. И здесь я, пожалуй, соглашусь. А вот новый хостинг платформа мне понравилась, а я там зарегистрировал наш канал, который также называется GBC Ремонт. Поэтому подписывайтесь на наш канал в Dzener YouTube и, конечно же, в первую очередь на платформе. Традиционно все ссылки на эти хостинги будут в описании под видео. Ну а на днях к нам приехали густи, а быть точнее клиенты из Уфы. Они привезли в ремонт свою головку. Итак, поехали. Приехали к нам клиенты из Уфы. Infinity. Вот в этой Infinity есть проблема. Задула головка, судя по всему, стандартная проблема. Ребята купили. Как вас зовут, ребят? Максим. Максим, у вас? Жека. Купили головку у человека, да, я так понял. С разборки нет или где-то? Просто продавал, да? Да, просто продавал на ВИЧ. Ну и расскажите, что с ней? Ну она вот в таком состоянии, как бы он говорит, не знает. То есть у него просто заклинил мотор. И вот я ее купил. То есть он разобрал мотор, да? Да, он разобрал, говорит, апрессовку мы не делали. То есть есть вполне большая вероятность, что, с его словом, опять же, если сделать апрессовку, она будет целая. То есть сервисе вроде как что-то накосячил. А почему вот эти кресты здесь стоят? Вот это да, вот это непонятно. И тут еще как бы написано слово «негоден». Это я уже видел, когда я ее, то есть, ну, забрал с ПЭКа. И за сколько же вы ее забрали? Она мне вышла, ну, грубо говоря, 10 тысяч рублей. А почему нет клапанов? Тоже вопрос. Потому что старые клапаны снимали на другую голову, которую он купил там где-то в Дубаре, в Амиратах. Ну, то есть это аж опять же все, судья по его. Так, и что вы от нас хотите? Мы хотим, чтобы вы сделали, как вы делаете. Доброго всем! Сегодня у нас в видео китайская головка от Джили М-Грант. Уж извините, но нынче от Китая никуда не деться. Почему головка попала к нам в ремонт, очевидно. Развалился клапан, со слов клиента, по непонятным причинам. ГРМ было на месте и все стояло по меткам. Естественно, что оторванная тарелка наделала кучу проблем для владельцев авто. Как видим, пострадала поверхность цилиндра, пострадали седла и резьба свечей. Конечно, пострадал и цилиндр в самом блоке. Визуально видно, что выпускные седла клапана подсели. Еще один интересный факт состоит в том, что родственник владельца по имени Николай, который и привез к ГБЦ, убеждает меня практически с пеной у рта, что в головку никто не лазил, и это первое вскрытие. Однако я обратил внимание на то, что выпускные клапаны, точнее их тарелки, берутся магнитом, чего в своей очень долгой многолетней практике я не встречал у любых производителей на заводских головках. О чем я, естественно, и поведал Николаю, на что тот лишь пожал плечами. А тем временем я смотрю, точнее дефектую, направляющие втулки клапанов. И на тактильных ощущениях понимаю, что их в головке нет. И на впуске, и на выпуске. Так вот, продолжу рассказ о Николае, немного позднее выяснилось, что тот самый родственник таки обманул его, и в ГБЦ лазили, и действительно меняли все клапаны. Правда, я так и не понял причины их замен. И, к слову говоря, это я вам показал зазор в клапанах, не сняв еще санки. Обратите внимание на седла клапанов в пострадавшем цилиндре. Два седла реально нужно поменять. На впуске и выпуске четко видны удары. По итогу нужно заменить все направляющие втулки клапанов, подварить травмированные места, заменить седла клапанов, восстановить резьбу свечи, ну и, естественно, сделать и всю остальную работу. Порезать седла, притереть клапан и отфрезеровать поверхность, ну, конечно же, собрать. В этой головке стоят не гидрокомпенсаторы, а обычные стаканчики. В первую очередь нужно будет обязательно проверить головку на герметичность, то есть произвести процесс обрисовки. Обрисовка не выявила никаких проблем, поэтому можно двигаться дальше с этой головкой. Через некоторое время Николай привез направляющие втулки клапанов и набор самих клапанов. Ну и, конечно же, набор оказался ужасного качества. Стеблем клапана можно было точить ногти, ну и, конечно же, выпускная тарелка клапанов берется в углу. Однако оказалось, что размер тарелок в пустных клапанов, в отличие от выпускных, не тот, не того размера. И клиент забрал весь набор. И я даже не успел сделать видео, зафиксировать сей факт. Такое очень часто бывает в артикулах Китая, написан артикул верный, но по итогу запчасть не та. С этим фактом встречаемся мы и очень и очень часто. Что касается втулок, то очень сложно понять их качество. Визуально они выполнены вроде как качественно, размеры соответствуют требуемым размерам. А вот и очередная партия запчастей, точнее клапанов, которые клиент нашел и привез другие. Какие-то запчасти под брендом AISON и якобы до японического производства. Но почему-то терзают меня смутные сомнения. И стоимость что-то уж совсем не AISON, гораздо дежавле, чем та же FREDCE. И вообще, пока что я такой фирмы, честно говоря, не встречал. Может быть я и отстал в позициях запчастей, но не встречал. Кто сталкивался с этим брендом, напишите, что это такое и с чем его едем. В интернете информации крайне мало, она разнится. И очень многие утверждают, что разобраться в этих диблих довольно-таки сложно. А поэтому я бросил свои усилия искать и смотреть, что это за производитель. Распаковываю выпускной и выпускные клапаны. Кому интересно, я показал здесь артикулы. На вид они выполнены добротно. Ножки идеальные, полированные. Выпуск не магнитится, но не магнитится правда весь. Покрытие износостойкого на ножке есть или нет, непонятно. Поэтому ничего сказать, хорошего или плохого, не могу. Выпускной клапан 5.45, а выпускной 5.46. Ну, вроде как, как-то так. Втулки под разворот, клапан выпускной еле садится, а в пуске и вовсе не лезет. Хоть здесь есть, хоть какой-то хороший плюс. Не то, что бывает, что зазор такой огромный, что создается впечатление, будто и не менял ни втулки, ни клапаны вовсе. После согласования работы с клиентом, я, конечно же, приступил к ремонту. Разобрал до конца головку, рассухарил клапанный механизм. Не забываем снять обязательно подпруженные тарелки. Про них очень часто забывают, и они высыпаются где-нибудь потом в мойке, либо же в грязной комнате, либо еще где-то в опрессовке. И потом попробую их собереть. Выкручиваю свечи, удаляю эти две оставшихся свечи, которые оставил здесь клиент, не знаю зачем. Извлекаю сальники клапанов. Они, честно говоря, еще в достаточно приличном, хорошем состоянии. Оно и понятно, раз недавно меняли здесь клапаны. То есть сальники мягкие. Чтобы работать дальше, нужно извлечь направляющие втулки. А вот еще один привет из прошлого. И типа никто не лазил. В направляющих нарезанная резьба. То есть кто-то уже ее извлекал. Ну, для меня это будет даже проще. Закручиваю в эту резьбу, у этой направляющей болт. Ну и, конечно же, извлекаю ее. Измеряю вылет направляющих втулок и на впуски, и на выпуски. Готовлю старые клапаны для выварки травмированных седел. Сварщик обваривает и я их удаляю. Далее выталяю направляющие изголовки, пока она еще горячая. Ну, а сварной следом подваривает изъяны после травм. Теперь остается расточник у координатно-расточного станка расточить места под все двух лапаном. Что, собственно, оно делает. Ну и по итогу расточник Виталий делает промеры для новых седел и передает их токарю для изготовления. Когда седла готовлю, я их ставлю, как и ставлю новые направляющие втулки клапанов по своим местам. Конечно же, для этого я подбираю требуемые по размерам оправки, грею саму головку и приступаю к работе. Итак, пока у меня тормяется. Визуально обязательно проконтролирую, как сели седово в свои посадочные места. Там никаких не должно быть зазора и четко седово должно сидеть в своем посадочном месте. Даю ГБЦ остыть. Обязательно произведу калибровку направляющих в ТО и по необходимости разворачиваю их до требуемого зазора. Естественно восстанавливаю фаски на седовах, ну а на новых седовах нарезаю новые фаски. По большому счету это как бы и все. Традиционно остается отфрезеровать головку, помыть и все это собрать до кучи. Но уже регулировку головки клиент будет производить самостоятельно. А на этом у меня все. Оставляйте комментарии, помогите донатам каналу. Ссылки на оказание помощи будут в описании под видео и без аварийных вам, ребят, поездок.